Друзья мои, для нас действительно есть честь, и сегодня у нас в гостях очень хороший человек. Вы его знаете, вы его видели, и я хочу сказать, что вы его сегодня тоже увидите. Чем-нибудь смеется. Да, вы его сегодня увидите. Это действительно, я бы сказал, человек-легенда. Да, может первый раз кто-то из вас будет слышать свидетельство, если Богу будет угодно, то отец Сергий расскажет. Но действительно, это жизненный путь, жизненный путь веры. И для нас есть такая великая честь сегодня вместе с вами, знаете, утешиться этой общей верой, утвердиться. Может для тебя что-то подчеркнуть, услышать, принять и взять. И я передаю микрофон этому прекрасному человеку, который является архиепископом православной реформаторской церкви, отцу Сергея. Давайте мы поблагодарим Бога за него. Дедушка, слава Богу, и слава Богу. Спасибо, что ты решила на этой славе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Да, можно славить. Спасибо. Богу слава. Богу слава. И вам спасибо, друзья, за то, что пришли на этот семинар. Сегодня, завтра и послезавтра, три вечера я буду говорить на тему историю христианства. Уроки из истории христианства. Так назову эти три вечера я. Уроки из истории христианской церкви. Уроки из истории христианства. И, как вы обратили внимание, сегодняшние занятия наши пишутся. И завтра, и послезавтра планирую все писать. И также, я не против, если кто-то будет на технофон писать. И, более того, информация, которая будет записана вся для... Выставлю, даст Бог это все в сетях. Потому как этот семинар, он открыт для всех абсолютно. И христиане разных динаминаций, конфессий, мессианские евреи. Все нам, думаю, очень важно знать свою историю. Нашу с вами историю. Историю церкви. И скажу, что история христианства, это моя любимая тема. Вообще история. Я люблю с детства историю. Со школьной скамьи и даже до школьной скамьи. Я всегда любил историю, сколько всех помню. Любил слушать историю, любил читать. И даже когда в школе раздавали учебники на следующий учебный год, то я в первый, буквально день-два, проглатывал именно первым учебник по истории. На будущий год. И это было мое хобби. Но когда через Писание я стал пересматривать всю историю, она стала в тысячу раз интереснее вообще. Потому что если через Библию, историю смотреть, то, знаете ли, она видна не просто глазами историка или историков каких-то, а она видна глазами Бога самого, Создателя нашего. И это прекрасно. И я хотел бы даже ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы какие-то, я думаю, кто-то уже слышал семинары мои по истории христианства. Кто слышал, смотрел мои семинары по истории церкви, истории христианства? Не многие, но видели, некоторые смотрели, слышали. Те, кто, может быть, интересовались этой темой, и у вас есть какие-то дополнительные вопросы, или вам требуется какое-то разъяснение, не стесняйтесь, я здесь, чтобы служить вам. Я здесь, чтобы сегодня ответить на ваши вопросы и помочь вам. Давайте вместе на самом деле проставим Господа, потому как изучать историю церкви, это, я убежден, на все сто, это воля Бога. Потому как Господь Бог, вдохновляя писателей Библии, вдохновляя пророков писать Библию, Он вдохновил писать и книги исторические. Не только пророчества, не только, допустим, поэтические писания, но и также исторические писания. И в Ветхом, и в Новом Заветах. Значит, Бог хочет, чтобы мы видели историю Его глазами. И это воля Божия, что мы собрали здесь. Слава Богу! И я посниму клопок, с вашего позволения. Это я начал вступление в клопок, и как епископ, официально как бы так. Так. И как архиепископ украинской реформатовской православной церкви, я выступаю, вот, конечно, вы понимаете, за реформацию церкви православной и вообще за реформацию христианства, потому как я не отделяю, допустим, свою динаминацию от всего тела Христова. Я не считаю, что православие является, значит, всем телом Христа, потому что во Христе Иисусе сегодня мы видим очень много разных церквей, очень много разных динаминаций. Но для всех нас утешительным являются слова Иисуса. У Матфея записано 16 глава, 18 стих. Сказано, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. У Бога одна церковь, у Бога одна община, у Бога один народ. Знаете, друзья, и это радует. И за три вечера очень сложно будет нам 2000 лет этих осмотреть, но я буду стараться давать именно уроки из истории церкви, уроки из истории христианства, какие-то главные темы истории церкви. Сегодня нам, христианам 21-го столетия, порой приходится очень тяжело в чем-то. Тяжело, допустим, порой объяснить для себя, откуда, допустим, сегодня в церкви христианской, неважно, какой там, православной, католической, протестантской церкви, откуда те или иные традиции, откуда появились многие праздники, многие обычаи, предания, которые порой не противоречат Слову Божьему, а порой прямо противоположны Божьему постановлению. И история церкви помогает нам разобраться в этом всем. Истина Божьего Слова, как написано в Евангелии от Иоанна 8.32, истина Божьего Слова, да, истина делает нас свободными. И поставите истину, и истина сделает нас свободными. И я убежден, что правда историческая, правдивый взгляд на историю, он помогает нам тоже разобраться во многих вещах. Правда нас освобождает на самом деле. И истина сегодня нас делает свободными, истина Божьего Слова и правда историческая поможет нам. Мне, как, опять-таки, я буду по ходу сегодня, завтра, послезавтра немного следовестовать. Буду рассказывать немного о том, что Бог сделал в моей жизни. Это тоже, я думаю, очень правильно. Если у вас вопросы есть, пишите записочки и подавайте их наперед, наверное. Хорошо, пастору Миксу, допустим, вперед подавайте. И я буду ориентироваться просто. Если им будет много, допустим, то я буду больше времени для этого уделить. А если их будет мало, то, значит, мало. Так вот, и мое свидетельство. Почему я сам преподаю эту тему? Почему я говорю об этом часто? В церквях и не в церквях, в школах библейских. Потому что когда-то я был священником традиционной православной церкви и служил в православном храме я Богу, как я понимал это, как был научен. С 88-го года начался мой трудовой стаж в русской православной церкви. Я тогда руководил хором, читал, пел на пирости, ну, как бы в группу прославления, как в протестантской церкви, как называется она. И мне это очень нравилось служение, я помогал священнику, и я обучался, я учился, и мне было очень интересно узнавать догматику церкви православной, мне очень интересно было узнавать многое, что было в православии, в древнем православии, в современном православии, ближайших нам по времени. И я делал какие-то выводы. Были у меня вопросы, я с ним обращался к священнику, к своему духовному, тогда моему наставнику, отцу, который нервно снял многие вопросы. И все бы хорошо. В общем-то, я жаловался, что называется, я влился в служение очень, скажу так, на все сто. И в 91-м году в Рязани меня руполагали в священнике, уже я сам стал священником. Вначале служил в соборе, в конце 91-го года, сразу после, как союз безбожный рухнул, я работал одним из священников, служил там. В Борисом Глебском соборе города Рязани, в кафедральном соборе. А затем был направлен на приход, мой первый приход, где я был настоятелем. Это было как раз ноябрь, месяц 91-го года. И с того времени я трудился в Рязанской области как настоятель храма. А потом послужил в Брянской области. Ну, это вкратце все так. И скажу, что для меня, как для традиционалиста тогда, традиционного русского православного священника, были вопросы определенные. Но я был уже в такой религиозной системе, в религиозной колее. И в те времена, в те годы моего служения, я, кстати, даже не мог себе представить, даже в самом страшном сне, что я буду общаться с протестантами, или с католиками, или с христианскими евреями. Я был очень далек от таких представлений. Я считал, что моя гелезиология была очень проста. Церковь – это православная русская церковь, а все остальные, даже какие-то, возможно, киевские патриархаты или прочие, это все как бы очебенцы, сектанты, раскольники, тем более католики или тем паче протестанты, допустим. Но как бы я общался с ими православных, и как-то не получалось у меня даже, да, я не хотел, не горел желанием общаться с протестантами, тем более. Но вот так получилось, что я пересекся с некоторыми протестантами, с некоторыми братьями, с Иваном, с Исафей. И вначале, конечно, я бы не решал на этих людей. Мне сейчас немного стыдно даже вспоминать, что это было в моей жизни. Я говорил, у вас свой Бог, у нас свой Бог, у вас своя вера, у нас своя вера, и вообще ничего общего не может быть между нами. И, знаете, когда мне одна женщина говорила, вот вы говорите, батюшка, что секта это все, а меня там Бог исцелил, говорит, и она рассказала, там были как раз свидетели этого разговора нашего мужики с этой фабрики технических картонов, называется Пролетарий. И эта женщина, она рассказывала и мне, и вот, получается, те мужики тоже слушали, рабочие, и она говорила, что вот, ну, она была такой грешницей, как бы, значит, там, и, значит, потом заболела тяжело, и по монастырям, по источникам, по мощам, и, значит, ну, пришла еще худшее состояние лишь, как бы умирала. И вот вы говорите, вот, секта, а меня там Бог исцелил, привели меня туда, и вот я теперь живая, здоровая, и вот она благовествует, там, о Христе, говорит, что-то людям. Я думаю, ну, надо же, как же так? Почему же ей у нас не полегчало это? Почему же в секте у нее такое исцеление-то? И я сказал ей так, женщина, говорю, знаете, это вас, говорю, дьявол осцелил. Она пока не наумевала, я говорю, да-да, это вас дьявол осцелил, и все, говорю, лучше бы вообще умерли. Вас не можно было хотя бы там открывать там и молиться за упокой, но теперь все, уже ни дна, ни покрышки, что называется, пропала душа. И, знаете, женщина расстроилась, конечно, но потом прошло время, через несколько месяцев, так получилось, я начал как раз в это время очень активно общаться с разными протестантами, и читать Писание, вразумляться через это, и, знаете ли, мышление мое поменялось, слава Богу, истина Божьего Слова стала менять меня. И я стал общаться с разными пастырями, служителями, и однажды попал на домашнюю группу, где вот эта женщина была лидером домашней группы, представляете? Я не знал этого, я просто заинтересовался, что же там у них на домашних, как у тех проходит, о которых они говорят. И я пришел в ту домашнюю группу, где я дом знал, значит, там, и мне было легко найти. Так вот, и я пришел туда, и эта женщина была там, значит, и, понимаете ли, я там получил освобождение на этой домашней группе, в конце этой группы, когда молились люди друг за друга, а я просто сказал, что я забираю свои слова обратно. Я сказал и той женщине, и всем присутствующим, что я теперь уже, вот я уже точно знаю, что это не дьявол, я исцелил. Кто же мне, я думаю, я за язык придернул такие вещи, говорит, там, на проходной. Я сказал, что это точно Бог исцелил ее. Я говорю, потому что, говорю, почему? По плодам их узнаете их. Думаю, какому дьяволу выгодно, чтобы больная была здоровой? Чтобы вчерашняя грешница, значит, сегодня говорила об Иисусе Христе. Какой бес там заинтересован в том, чтобы люди любили Иисуса Христа и говорили о его любви другим людям? Знаете ли, это никакой дьявол не заинтересован в этом. Спасибо. И скажу, что когда я свои слова забрал обратно, когда я покаялся в этом, скажу, получил от многих этих заблуждений, своих освобождений. И получал дальше. И скажу, что второе, что первое, мне помогло как раз чтение Божьего Слова, истинно Божьего Слова. Общение с братьями, которых я, в общем-то, за братьев-то еще не читал, но помогло мне это. Потому что, если мы ходим во свете и имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа приходит в движение. Сверх естественно начинается движение крови Иисуса Христа в нашей судьбе, в судьбах других людей. Это очень важно. Но важнейшее условие, чтобы мы не просто имели общение, а чтобы искали истину, чтобы искали Бога, ходили во свете Божьего Слова. И в моей жизни это было, и поэтому кровь Иисуса пришла в движение тогда, в этом общении, и я получал освобождение. Третье, что помогло мне, это помогло внимательный пересмотр истории христианства и всего того, что я знал за эти годы, моей православной теологии традиционной, через призму Слова Божьего. Это мне очень в жизни помогло. Помогло как? Как? Практически. Я очень хочу, чтобы эта тема сегодня, завтра и послезавтра была практической такой темой, рабочей. Поэтому, если узнаете где-то себя, то просто доверяйте Богу, говорите, Бог, пожалуйста, прости меня, Бог, пожалуйста, очисти меня во имя Иисуса Христа. Если вы будете, я буду говорить о некоторых заблуждениях сегодня, о некоторых ересях, если вы где-то будете узнавать себя, то не откладывая даже в долгий ящик, можете прямо Богу, да что надо, наше сердце, просто скажите Богу, пожалуйста, прости меня. Я узнал, это неправильно было в моей жизни. Я отвлекаюсь от этого во имя Иисуса. И знаете ли, Господь, Он готов простить сейчас каждого из нас. Его крови достаточно проложить на долговском кресте, чтобы исцелить, простить всех нас, слава Иисусу. И ни в ком этом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного людям, нам всем, которым отрежал бы нам спастись. Только Иисус Христос. Аминь. И, господа, братья и сестры, я хочу, на чем внимание акцентировать. Как практически помогло мне изучение христианства, истории церкви, через Слово Божьего освободиться от неправильных вещей. К примеру, моя молитвенная жизнь была, по сути, жизнью многобожника. Де-факто. Я молился, кому я только не молился. Трудно даже, как бы, сейчас список составить. Это был бы огромный список, честно говоря. Разных святых. И я молился, но, конечно, большую часть моего времени молитвенного, как личного, индивидуального, так и церковного, расписанного церковью, это было обращение к Марии, Матери Иисуса Христа, Богородице, я называл ее Царицей Небесной, Владычицей. И молился, как и миллионы других православных христиан, обманутых многовековой религиозно-ложной пропагандой. Я молился, по-русски звучит так молитва, это. Не имеем мы иной помощи, не имеем мы иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобой хвалимся, Твои мы и стары, да не посадимся. И я каждый день читал эту молитву и другие, десятки других молитв, и в этом ничего абсолютно дурного не видел. Я считал, искренне считал, Бог свидетель, что эта молитва, она для меня очень важна. Это молитва к Матери, которая не только Матерь Христа, Иисуса, но также и Моя Матерь, Матерь всем верующим. Я так верил, я был убежден в этом. Так был оставлен я, да, спасибо, спасибо. И я, в общем-то, я так и учил людей, которые обращались ко мне. Так, извините. И когда, допустим, люди обращались и говорили, вот кому помолиться мне по какой нужде, я чаще всего говорил людям то, что сам практиковал. Я говорил, вот молитесь, Богородица, молитесь, Солите Небесный, молитесь, там такой-то иконе, такой-то иконе Господней, Матери Богородицы. И, в общем-то, наверное, половина всех моих молитв в практической жизни моей, христианской, это было обращение к Богородице. Иисусу Христу отходилась довольно скромная роль в моей молитвенной жизни практической. Очень незначительная роль. Хотя, конечно же, были молитвы, и в любом молитвословии они есть, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и все вместе, сразу, вся Святая Троица. Есть акафисты хорошие, некоторые из них я до сих пор читаю с большим удовольствием. Допустим, акафист Иисусу Сладчайшему, запись которого у меня всегда на ноутбуке, и часто я включаю его, значит, послушать, и сам читаю. Акафист «Трастям Христовым» у нас тоже есть и на сайте нашей церкви. То есть есть хорошие такие песнопения, обращения к Богу прекрасные. Но, знаете ли, к сожалению, вот эти жемчужинки в навозе человеческих и демонических учений, к сожалению, эти драгоценности, знаете ли, они попали в совершенно неприглядное такое место. И реформация, это не выдумывание чего-то нового даже, это возвращение к хорошо забытому старому, к основаниям. Господа, позвольте, люди, Кальвин, Цвингли, другие реформаторы 16-го столетия, они что, выдумали что-то новое? Они взяли, что не дописали что-то в Библию? Ни в коем разе. Они не дописали. Они взяли и это реанимировали как бы, они возродили это, стали поднимать это. И это принесло облегчение многим душам, принесло спасение миллионам тогда европейцев, и дало толчок для Великой Реформации. И вот уже 5 столетий, без малого 5 столетий, продолжающиеся постепенной реформации мирового христианства. Слава Иисусу Христу, друзья мои! И, господа, сегодня скажу что, я Богу благодарен за то, что вот пересмотр истории Церкви глазами Писания через Библию помогло мне освободиться от этого многобожия. Помогло мне освободиться, и сегодня я молюсь только лишь Богу. Просыпаясь утром, я не ломаю, как раньше был, ну не то, что ломал голову, но часто бывало задавал вопрос такой, кому же я помолюсь сегодня? Да, были подсказки, наводки, были на каждый день определенные святые. Были какие-то особо почитаемые мною или моей женою нашими знакомыми, друзьями, святые. И в наших епархиях, допустим, в Рязанской и, значит, в Брянской, а до того в Орловской и Московской епархии, где я работал, как раз вы читал и был на Клиросе. В этих четырех епархиях были свои местечки, мы святые какие-то, допустим, почитаемые. И я к ним тоже молился. И получилось совершенно никак. Я просто узнал, что изначально это не наше учение, это не христианское учение. Оно пришло в христианство на определенном этапе, что первые христиане первых столетий не молились никому помимо Господа. И когда я узнавал эти моменты, как приходило через некоторые столетия после начала истории Церкви, как приходили те или иные заблуждения, как, допустим, начинали в пятом столетии молиться Марии, Матери Иисуса и другим святым, умершим, наивно полагая, что они дополнительные, как бы, поспорья, ходатые, помимо одного Иисуса Христа еще. И еще, друзья мои, у меня просто вопросов больше не было. Я понял, что это не для меня, это не мое. И это позволило однажды мне отречься. И я говорил такие молитвы, я говорил, что Бог Святой говорил, Отец Небесный, во имя Иисуса я отрекаюсь от молитв Богородицы, другим умершим святым или ангелом, как дополнительным посредником, помимо единого и неповторимого посредника, первого священника, который есть Иисус. Иисус Христос. Я говорил такие молитвы и получал освобождение внутри. Знаете ли, однажды, в 97-м уже году, я так размышлял над тем, я вышел из РПЦ в 96-м году. Вышел совершенно без всякого, знаете ли, огорчения, как бы, будем так говорить, без конфликта. Не было внешнего такого конфликта. Когда приехал благочинный, он сказал, что так вот так, ну мой начальник, будем так говорить, священник, приехал и говорил, что так вот так вот, говорят, что ты хочешь уйти. А я говорю, да, это правда, говорят, я хочу уйти и оставить приход. А почему? Потому что просто по идейным соображениям я не могу продолжать свое служение, как прежде совершал его. Я раньше совершал и молился многим святым. Не только в этом было дело. Накопилось куча вопросов. За несколько месяцев у меня такая революция произошла внутри, в разуме моем. Я не мог уже, как прежде, крестить, допустим, младенцев. Я не мог уже это совершать. Просто просто не могу. Пару месяцев, может быть, примерно так, я, желающий крестить младенцев своих, я отсылал к соседнему священнику. Подбрасывал работу другому батюшке, отцу Владимиру. Тот был доволен, но как бы ухо навострил. Как же так? Что же он не крестит на младенцев? Значит, я говорю, ну, я хочу крестить с удовольствием, но взрослым. И я говорю людям о том, что можно сделать выбор самим. Но хотя, да, я крестил первых двух своих детей, конечно, я крестил их. Но я созрел к тому времени, к тому же пришел, что понимание, что они-то еще и не крещенные по совести говорят. Когда они подрастут, им самим нужно принять будет решение, важнейшее решение в своей жизни. А почему я пришел к тому пониманию? Ну, во-первых, через Писание, а во-вторых, через изучение истории христианства. Я увидел из истории церкви однозначно, что это нехристианское представление о крещении, педобаптизм, крещение младенцев, пришло извне. Пришло от политики, пришло с других источников. Но это не наше изначально, не христианское вообще. И мне это помогло освободиться. Кстати, на моем приходе, где я служил тогда, в соседних деревнях, ну, относящихся к моему приходу, к моему селуночку, к моему храму, баптисты белорусские там раздавали трактаты какие-то, брошюрки. Ну, я их бросал в печку потом, потому что бабушки приносили мне и говорили, вот что нам раздают, я говорю, это все елесть, говорю, и не читайте, говорю, все мне приносите, я вот, ну, надо печку топить. И вот, полил я их, значит, а потом, ну, некоторые прочитывал перед тем, как бросил в печь, ну, думаю, на, посмотрю, о чем там пишут. Думаю, ну, как бы будет повод еще там для, может быть, сектоведения моего. И там написано было ЕХБ, это, значит, ну, я знал эти апплиматуры, что ЕХБ, это, ну, я помню, по сектоведению еще в 88-м как раз приезжал там Генрин Боровик, когда он вил международную панораму, это было очень известно тогда, видите. Значит, и приезжали там другие какие-то специалисты, рассказывающие о разных там, допустим, антисоветских, как они говорили, вот именно агентах мирового терроризма, разваливающих нашу советскую родину, особенно баптисты-писядники. Но говорилось так, что баптисты, вот ЕХБ, это те, которые потихоньку с ума сходят. А вот ХБЕ, которые, писядники, это буйные. Ну, в принципе, диагноз один. Значит, но не все они такие, потому что говорила, что их лидеры, это все через одного лидера, завербованы ЦРУ и МОСАДом. Короче, и все они только мечтают увидеть падение нашей советской родины. Значит, и как бы, думаю, надо же, как таких земляносят вообще, думаю. Значит, мы здесь, понимаешь, и строим коммунизм, значит, и с теми милыми шагами идем, значит, понимаете. Да, значит, и один из уроков был такой потрясающий моральный образ советского священника. Да, вот именно так звучала эта тема, значит, и нам говорилось о том, каким должен быть советский священник. Как он должен также, значит, носить свою лепту в строительство светлого будущего и прочее. Ну, конечно, полиформация была обязательной и мало чем отличалась от того, что читалось там в других гузах. Ну, скажу, что, интересно, когда я познакомился с ЕХБ, ХВЕ, разными верующими, я увидел, что, как бы, они не такие, как я представлял их. Не такие, как, ну, до меня донесли и как мне пересказывали, допустим. Ну, да, вот те баптисты трактат один раздавали, он мне запомнился. Самое интересное, я забыл многие другие трактаты, но этот запомнил на всю жизнь, наверное. Он назывался так, что Библия говорит о крещении младенцев. Думаю, о, надо же, неужели баптисты за разум телись? Наверное, как бы, ну, ближе к православию, как бы, каким-то боком, припеком. И вот, значит, и открываю этот, ну, буклетик, чистый лист, ну, мало ли, может, отпечаточка, мало ли. Я сам был редактором этой газеты, первой православной газеты областной Брянской области, значит, церковь называлась. И я понимал, что много браков всякого бывает, значит, ну, мало ли. Закрываю, и написано, буквами большими, да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев, а говорит о крещении сознательно верующих людей в Иисуса Христа, там, значит, все чин по чину, шаги принятия Иисуса Христа. И дальше, после молитвы покаяния, шла такая предписочка, что, дорогой друг, значит, мы тебя поздравляем с покаянием, но, говорит, немедленно прими крещение войны Иисуса Христа, Господа наш, там, прочее, там. Я, знаете, кипел, мой разум возмущенный, надо же, вот какие наглые, а. Я спалил, значит, этот буклет, но информация у меня попала уже чуть-чуть. Знаете ли, я задумался, другие забыл, а вот этот запомнил, чистый язык, это говорил паромолчание, громче, кстати, слов, говорит, позвольте, да, заметить, да, правильно ли, это очень серьезно. Когда Иисуса, помните, допрашивали, если бы он бы опустился бы на их уровень, не говорил, ну, на таком уровне, как, дурак, сам дурак, значит, ну, никакой разговор произошел бы, вообще никакой, он просто стоял и ничего не отвечал. И это молчание говорило им, этим палачам, этим, значит, судьям неправедным, громче всяких проповедей, намного сильнее всяких проповедей, слава Иисусу. Друзья мои, братья и сестры, я нечего сказать, что вот из истории христианства много интересного. Я вам, как бы, такое обсуждение небольшое сделал сегодня, но думаю, это было правильным, потому как я хотел поделиться немного и своим свидетельством. И по ходу буду кое-что рассказывать. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, пока одна записочка только, но передавайте на период, пожалуйста, вашей записке. А, так. А, я понял. Хорошо, хорошо, спасибо. Да, значит, сделаем сейчас перерыв. Это был не вопрос, это было предложение сделать небольшой перерыв. Значит, я постараюсь после перерыва продолженную тему, как раз именно начать с первого периода истории церкви, но скажу по занавесу этого первого урока, получается, что христианство первых трех столетий очень сильно отличалось от того, что было в истории церкви потом уже, после этих трех столетий. Знаете, чем? Что христианство первых трех столетий, наши старшие братья и сестры, они, знаете ли, получается, были более духовными, что ли? Получается, они не знали многих этих вещей, которых мы потом узнали, к сожалению. Христианство первых трех столетий, оно вероучительно оставалось на библейских позициях. Да, были отклонения, да, нельзя как бы идеализировать это время, тоже, безусловно, были разные люди, разные мнения и были ошибки, к сожалению, которые, знаете ли, не просто так Бог попустил христианство в четвертом веке начать смешиваться с язычеством. Не просто так Бог попустил, знаете ли, вот так вот, значит, попасть под гнет государственных структур, под цезарь, под пиздом, это мы были тоже свои причины, конечно же, да. И я расскажу о некоторых из них. Кстати, многим с еврейским мессиянской общины, братьям и сестрам, будет интересно узнать, наверное, и не только, но и христианам других церквей, что одна из причин, на мой взгляд, почему Бог позволил прийти вот этим многим бедам в историю христианства, именно как раз антисемитизм. Как ни странно, но даже в период гонений, казалось бы, да, и в этот период, когда церковь вероучительно оставалась на библейских позициях, первые ростки этой заразы дали себе знать. И мы разберем на следующем уроке, как мы дошли до жизни такой, как получилось, все так вот получилось. Но, скажу сразу, что победа за нами, враг будет разгромлен, наше дело правое, потому что Иисус Господь. Мы знаем из Библии не только то, как начиналась история церкви. Да, мы знаем, и как наша с вами история закончится. Мы знаем с вами, что победа за Господом Иисусом Христом. Мы знаем, что Господь грядет, и время начаться с Дома Божьего. Мы знаем, что Бог хочет видеть церковь святой, чистой, непорочной, имеющей под тайну порока или чего-либо подобного. И это не утопия, это не просто вот такие красивые слова еврейского рабина, говорящего к язычникам. Нет, это Божья воля, это Божье Слово, слава Иисусу. Давайте мы сделаем первый рыв и потом продолжим.